В своем выступлении я бы хотела предложить некий план, это несколько вопросов, зачем оценивается край резекции, частота положительных краев и риска реценива, частота реоперации, определение понятия, об этом уже много говорилось, и методологии исследования. Итак, опять же, очень много сегодня говорилось о том, что органы сохранной операции, они имеют одинаковую общую выживаемость с мастектомими, именно поэтому их частота возрастает во всем мире пропорционально нашему пониманию. Что касается позитивного края и негативного края, здесь тоже небольшой обзорчик о том, что негативные края резекции в два раза реже имеют рецидив. И данные, тоже уже сегодня упоминался этот обзор, о том, что реэксцизия варьирует в широких пределах от 7 до 73%, это данные американские, и в большинстве исследований реэксцизия варьирует в диапазоне от 15 до 50%. Также сегодня уже упоминалась работа рекомендации американского общества онкологов, радиологов и, в общем-то, рекомендации в том числе для морфологов. Да, там постулируется такая вещь, что да, органосохранные операции проводятся уже более 40 лет, благодаря новым технологиям исходы значительно улучшаются данные, эти рекомендации были основаны на данных метаанализа, включены данные по 28 тысячам пациентам, и постулируется отсутствие единого протокола морфологической оценки. Да, отмечено двукратное увеличение частоты местных рецидивов при позитивном крае резекции, и само понятие позитивного края резекции постулируется как прямое соприкосновение окрасящего вещества с опухолевыми клетками инвазивной, я подчеркиваю, инвазивной к рационам инситу. Более широкая трактовка понятия позитивной края резекции до 1, 2, 5 мм не получила доказательств того, что такой позитивный край в широком понимании влияет на риск местного рецидива. Это тоже уже было показано, обновленные рекомендации. Тот же коллектив авторов, во главе с Моникой Мору, постулирует понятие негативного края резекции как отсутствие в структур протока окрасяном инситу по меньшей мере в 2 мм от края резекции. Это действующие рекомендации тех, что вы уже знаете и уже как бы подробнейшим образом были освещены. Итак, что же касается морфологической оценки краев резекции? Все знают о том, что нет единого подхода к оценке края резекции. Мы пользуемся рекомендациями Американского колледжа патологов. Там нет понятия исследования замороженного края. Мы делаем постоянный препарат и исследуем край резекции только на постоянном препарате. Все, что было сказано выше, все метаанализы были основаны именно на исследовании края резекции на постоянных препаратах. То есть это фиксированный в парафин, фиксированный и залитый в парафин гистологический препарат с постоянной, где это можно очень хорошо исследовать. Но существует еще две модальности. Это исследование края резекции на замороженных или криостатных срезах. Это так называемые срочные исследования края резекции. И исследование цитологических мазков с края резекции. Итак, обычная история. Постоянные препараты, возможность провести окрашивание и затем измерение расстояния от опухоли до края резекции. Самым небольшим недостатком этого типа исследований это время порядка 3-5, а то и недели нужно ждать ответа и дальше предпринимать какое-то усилие. Либо реоперацию, либо это уже клиническая ситуация. И да, есть такой момент о том, что имеется артифициальное окрашивание опухолиных клеток при интенсивном. То есть определенные существуют методологические особенности нанесения окрашивания, окрашивающей жидкости или краски на края резекции. Так называемое растекание краски. Ну, это вот негативный край резекции. Вот опухоль, краска не соприкасается. Вот этот феномен растекания краски. Да, когда мы не можем четко... То есть мы видим, что краска находится не там, где она должна быть. Креостатные срезы. Преимущества. Это так называемое срочное исследование края резекции. Это быстро. Среди недостатков. Ложно-позитивные или ложно-негативные результаты при сравнении с постоянным потом препаратом. Невозможно провести фиксацию и окрашивание препарата. Технические сложности при приготовлении препарата. И мы имеем возможность провести только качественное исследование. Да, есть опухоль или нет, нет опухолевых клеток. Невозможно измерить расстояние и дать вот такую категоризацию 1, 2 или 5 миллиметров до края резекции. Это оптимально приготовленный креостатный препарат. И главная проблема при исследовании креостатных препаратов это субоптимальное качество. Вот эта дырка в препарате из-за того, что в крае резекции также часто присутствует жировая ткань. Или вот, например, вот так. Это опухоль, это разрыв и непонятно вообще что и как. И вот такая пограничная непонятная ситуация является основным препятствием для широкого применения замороженных препаратов и их исследования. Как вариант, бронзе в институте Герцена и в ряде других институтов и за границей применяют так называемые импринты или мазки отпечатки с краев резекции. В опытных руках этот метод считается надежным и быстрым методом предварительной оценки края резекции. Например, вот так. Там есть опухолевые клетки, в импринте даем позитивный край. Или вот так. В мазке жировая ткань, нет опухолевых клеток, пожалуйста, негативный край. Дальше морфолог сделает постоянный препарат и даст нам правильный ответ, да, то, с чем мы будем сравнивать. Негативный край, но нормальные эпителиальные клетки находятся в нем. Это небольшой обзорчик. Ну да, ацетологи любят сказать, что у них всегда стопроцентная специфичность и чувствительность. Это как бы болезнь не только отечественных цитологов, но и вообще во всем мире. Но если в принципе смотреть на показатели, они, ну скажем так, они неплохие. То есть 80-90% наверное это лучше знать прямо сейчас, если того требует клиническая ситуация, чем подождать и сделать реоперацию через неделю или через сколько-то, да, то есть мне, я думаю, что это был бы такой, может быть, даже один из компромиссных вариантов. Я бы тут хотела немножко рассказать о обзоре эффективности и ценообразования при морфологической оценке кровофрезекции. Было исследование из клиники Майо, которое сравнивало свои реорезекции с общенациональными. То есть клиники Майо 3,6% реорезекции, против по всей Америке 13,2%. И дальше они говорят о том, что экономический анализ показал, что на стоимость лечения существенное влияние оказывает исследование именно замороженных криостатных срезов. И необходимо увеличение исследования срочных криостатных срезов. Необходимо изменение показаний для первичных лампектомий, которые из-за позитивного края после морфологического ответа становятся радикальными. И дальше они показывают стоимость, да, что если бы все время всем не 20% делали бы срочные эти криостатные срезы, а всем 100%, то суммарные затраты системы здравоохранения бы, они были бы потенциально, сохраняли бы до 90 миллионов. Но это как бы американские расценки. И, в общем-то, наверное, их анализ к их действительности применим. Но также и понятно стремлением клиницистов и онкологов, и вас, хирургов, получить как можно более быстро, более правильный ответ. И я бы хотела заключить вопросом от Комякова Александра Валерьевича, который меня поставил в тупик. Если присутствует карцинома, дольковая карцинома инситу в крае резекции, нужно ли делать реэксцизию? Ответ от общества хирургических онкологов и Астра не нужно. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Галимовна. Какие вопросы? Тогда у меня вопрос. И, если позволите, действительно вопрос, который я бы хотел обсудить здесь. Вы говорите о том, что если бы мы всем нашим пациентам после органосохраняющих операций делали срочные исследования по замороженному препарату, то с точки зрения опубликованных данных экономически это было бы очень здорово. Это делали анализ экономисты и клиника Майю. Они проводили совместный анализ совокупных затрат здравоохранения. Да, ссылаетесь вы на эту публикацию. Но у меня вопрос следующий. Насколько информативно ответ по срочному препарату, и учитывая, что органосохраняющая операция это операция, которая ограничивается вплоть до квадрантоктомии, насколько можно адекватно оценить каждый край резекции при срочном исследовании, при условии, что размер удаленных тканей может варьировать 5-6-7 сантиметров только один край резекции? Вот я не случайно показывала вам неадекватно окрашенные препараты, неадекватно подготовленные препараты. Неадекватно подготовленный криостатный срез, на который возлагается такая ответственность, это неправильно. То есть существуют, да, экономические расценки, экономические показатели, но существует здравый смысл, при котором мы не можем трактовать как-либо неадекватно приготовленный препарат. Так вот, категория неадекватных препаратов в данной ситуации, она настолько велика, что мы не можем принять эту рекомендацию к выполнению. Вот, и поэтому и возникает вопрос о критериях адекватности, да, следующий вопрос, который адресован нам, критерии адекватности и насколько эти критерии адекватности удовлетворяют клинической ситуации. Если вы будете получать 80% ответов, препарат неадекватен, не могу дать ответ, зачем вам это исследование при такой ситуации клинической? Я согласен, но мы с вами знаем, и вы сказали в докладе, что достаточно уважаемые центры в Москве практикуют то же самое, срочные исследования. Они практикуют импринты. Импринты – это прикосновение к краю резекции, и у них существует там, по-моему, такая практика, на каждые 5 сантиметров одно стекло, очень нежное прикосновение и отпечаток, по сути, с поверхности, и дальше гистология. То есть они прикасаются краем резекции, материалом биологическим, и дальше фиксацией гистологического исследования. То есть там путь немножко другой. Нет, я помню, что другой путь, но я уже к этому вопросу возвращаюсь. Вы считаете, я так понимаю, что это точка зрения нашей лаборатории, и хотел бы, чтобы просто мы ее с вами озвучили, что данная процедура недостаточно информативная. Это процедура дополнительная, она дополнительная, она не является основной или замещающей. Дополнительная к чему? Конечно, дополнительная к чему? К ответу по залитому препарату? Да, конечно. Ну как может быть срочный ответ дополнительный к залитому препарату? Если вы хотите. Если в ходе операции нам нужна информация. Вам в ходе операции дадут... Ну, сейчас Анна Сергеевна прокомментирует. Да, я... А, заработает. Я бы хотела, да, как-то резюмировать нашу дискуссию, потому что у интероперационного исследования кроворезекции есть существенные ограничения. Если мы говорим о криостатных срезах. Первое, это возможность исследовать только бритые края резекции, о чем Ассель Галимовна говорила. То есть мы не можем оценить вообще никакое расстояние от края резекции до опухоли. Ни истинное, ни приблизительное, ни расстояние до карцинома инситу. Это первое довольно существенное ограничение. Второе ограничение это действительно технически для криостатного метода сложный материал. Этот материал жирный, то есть большое количество жировой ткани требует более глубокой заморозки, более квалифицированной, более тяжелой работы лаборанта. Это занимает у него больше времени и выше процент действительно неинформативных срезов, которые не подлежат анализу. И тот момент, на котором Петр Владимирович остановился, это для того, чтобы интероперационно на криостате исследовать все края резекции, мы должны исследовать большую площадь. Это большое количество фрагментов, это большое количество времени. Даже если мы одновременно имеем навороченный прибор, прямо скажем, в котором мы можем одновременно заморозить 3-4 фрагмента, все равно мы будем резать их последовательно. То есть мы тогда будем это исследование делать не 20 минут, а 40 минут или час. То есть оно перестает быть срочным, оно перестает быть интероперационным. И при всех остальных его ограничениях оно еще имеет, прямо скажем, само по себе высокую экономическую стоимость. И на сегодняшний день все-таки эта ситуация, в которой мы находимся, она является более оптимальной. Если есть какие-то сомнения у хирурга о статусе какого-то конкретного края резекции любого опухоль, близко к нему расположена, есть возможность досечь фрагменты с ложа в этом месте и его исследовать по срочной, уже чтобы определиться интероперационно, не исследуя тотально все края. Все края будут исследованы в соответствии со стандартами по плановому материалу. Хорошо. Тогда у меня еще один вопрос, который мы постоянно дискутируем. Хотелось бы его проговорить все-таки. К сожалению, не всегда мы можем идти на операцию уже с верификацией диагноза. И к сожалению, в нашей стране и в нашем центре встречаются моменты, когда мы идем на операцию без верификации гистологического диагноза, идем на эксцезионную биопсию, секторальную резекцию, которая по своему объему может быть более чем радикальной. И в ходе этой операции мы морфологам задаем вопрос, а есть ли там злокачественные клетки, опухоль. И встает вопрос, что если мы рассекаем препарат, то мы нарушаем целостность препарата, и встают вопросы к краю резекции. Вопрос у меня как у оперирующего хирурга, что нам делать, как нам договориться с вами с морфологами, в той ситуации, когда секторальная резекция диагностическая превращается в лечебную, но нам нужен ответ а, опухоль это или нет, и б, насколько чистые края резекции в данном препарате. По залитовому препарату, я не говорю сейчас о срочном по краю резекцию, но говорю о срочном ответе для верификации диагноза. Это организационный просто вопрос, даже я бы не назвала это проблемой, просто есть возможность покрасить края специальным красителем до их рассечения даже по срочной. То есть технически это возможно? Технически это возможно, то есть просто когда вы приносите сектор и хотите срочное исследование на предмет наличия опухолевого процесса, вы предполагаете, что вероятность этого очень высока, и вы хотите еще оценить и края резекции этого фрагмента, просто должны об этом сказать дежурному патологу, чтобы он прежде чем рассекать фрагмент окрасил края резекции. Спасибо.